Всем привет! Давно не виделись. С вами Маша. Нет, все-таки как-то не звучит просто Маша. Надо что-то придумать. У меня случился ребрендинг. Раньше мой бренд назывался Смолот. Теперь, так как я в меньшей степени работаю молотком, а в общем-то практически не работаю, я пытаюсь отойти от стрингарта. И мне пришлось придумывать новое имя бренда. И теперь я называю strange items, что в переводе с английского значит странные штуки. Вот. Но не могу же я представляться Маше странные штуки. Это будет долго выговариваемо и как-то странно. Поэтому. А почему бы мне не стать Маша странная? Фамилия будет у меня теперь странная. Маша странная. Так что всем привет! С вами Маша странная. И я рада приветствовать вас на своем канале. И смотрю я не в камеру. Надо бы смотреть мне сюда. Но как можно оторваться от своего изображения в телефоне? Меня долго не было. И знаете почему? Потому что мне было лень снимать. Мне было скучно. Мне надоело снимать однотипные ролики на самом деле. Что я снимала? Я снимала. Я снимала, как я что-то делала, процесс, все это ускаривала. Ускаривала. Великий, могучий русский язык. Ускоряла. Ролик был 5-7 минут. И мне было скучно даже на моменте монтирования этого ролика. Я показывала то, что я умею делать. А сейчас я решила изменить свою политику и снимать то, чему я учусь делать. Я в последнее время очень много осваивала новых видов рукоделия. Рукоделие это не то слово, которое я хотела бы применить. Все-таки я художник. Рукоделие это рукоделие. Но все, что я снимаю, все, что я делаю руками для меня в новинку. И этого в моей жизни сейчас очень много. И я решила, почему бы мне не делиться с вами, как я осваиваю тот или иной материал. Например, сегодня мы будем заливать картину акрилом жидким. То есть рисовать жидким акрилом. Это еще называется fluid art. Я уже залила две картины. Чуть позже я вам покажу, что получается. Это просто нереальная техника. Которая мне очень нравится. Но это еще не все. Потому что в следующем видео мы будем заливать эпоксидкой акриловую работу. И это тоже для меня в новинку. Потому что эпоксидкой я не заливала. Я заливала какие-то небольшие формы. Получала какие-то там камушки, кубашончики и прочее, прочее, прочее. Но заливать работу я не заливала. Поэтому, возможно, мы испортим все. А возможно, нет. А возможно, получится шедевр. В общем, не знаю. Планов громадьё на этот год я очень хочу вернуться на YouTube, снимать. И чтобы это было интересно. А не то унылое фуфло, которое было до. Вот. Что еще? На заднем фоне у меня умывается собака. Поэтому, ну, что поделать. Будет... Я хочу уйти от монтажа. От большого количества монтажа, которое не нужно в съедающее время. И все. Я буду записывать практически все с первого дубля. Может быть, что-то я, конечно, порежу из своей речи. Но в основном я ничего не буду вырезать. Ну, потому что... Потому что хочу, чтобы вы прочувствовали, как все на самом деле в реальном времени происходит. А не вот этот монтаж ускорения. Что-то, конечно, я буду ускорять, чтобы это было не очень занудно. Но в основном будет так. Что еще хотела сказать? Да, пожалуй, ничего. Сейчас мы пойдем, и я покажу вам, что я делаю. Вот здесь, кстати, они просто так стоят, вот эти две штуки. Два холста. Там за ними картина, которую я вчера залила. Вот. Так я спасаюсь от пыли. Потому что у меня есть одна хрень четвероногая, которая, благодаря шерсти, которой можно испоганить классный работ. Вот. Страшное-страшное животное. Вот это вот животное способно испортить вашу картину. Вообще, все, что связано с эпоксидкой и жидким акрилом, это вот это вот противопоказание. Потому что вот эти вот всякие шерстючки маленькие, которые везде, абсолютно везде, они будут все притягиваться на ваш картин. Вот. Бип. Значит, сейчас я вам покажу, что тут у меня прячется от пыли. Вот такая вот картина. Абстракция. Залила я ее вчера вечером. Она уже практически высохла. Я думаю, к сегодняшнему вечеру уже досохнет окончательно. Сейчас пойдем еще одну покажу. Вот еще один вариант. Это я, кстати, собрала такой вот из фанерки и арголита и пленки колпак, чтобы туда пылюка не попадала. И шерстюка. Главное, не уронить сейчас на этот телефон. Сейчас тоже сохнет. Практически. Видите, сердечко получилось. Вот еще одно сердечко. Все. К 14 февраля. Вот такие пироги. Ну что, пойдем творить. Итак, нам потребуется ну, первое, конечно же, какая-то основа. Это может быть либо холст, либо обыкновенный живописный холст, либо фанера. Фанера желательно, чтобы была от 6 миллиметров, потому что на четверочку может гнуть, потому что жидкости будет много. Вот. В моем случае будет лист ОСБ, потому что этот материал у меня есть. Вот я использую я циркуль. Правда, на полную его раскрываемость я прочертила круг и вырезала лобзиком обыкновенным. Я думаю, с этим не будет ни у кого проблем. Вот. Дальше нам потребуются вот такие кнопки. На эти кнопки эти кнопки я вставлю с обратной стороны, чтобы не было соприкосновения основания со столом. Иначе акрил приклеится и, в общем, ничего хорошего не получится. Дальше нам потребуется водичка, обычный ПВА-клей. его купить можно где угодно. И акрил абсолютно любой, какой найдете, акриловые краски вообще без разницы. Вот. У меня разные фирмы. В общем, все, что было в доме, все идет в ход. И еще для эффекта такого расползания пятнами у меня я использую смазку силиконовую. Вот. Есть в капельках в жидкости, есть в аэрозоле. Я пока попробую только аэрозоль. Пока не с чем сравнить, поэтому работает. В любом случае. Вот это вот какой-то я купила новый с такой насадочкой. Может быть, он будет получше. Не знаю. Вот как раз и проверим. Дальше. Маска обязательно нужна, потому что аэрозоль силиконовая вредно, вдыхать нельзя. Перчатки. Вот. И, собственно, все. Кнопки. Так. Ну что, приступим? Первое, что нам надо сделать, это подготовить поверхность. А, ну не забываем за свой стол, потому что лить будет безбожно. Вообще, конечно, такой грязный вид творчества, но ничего не поделать. Красота требует жертв. А, еще самое главное забавно. Ну и ладно, это чуть попозже скажу. Давно не снимала видео, так волнуюсь, как-то все это волнительно для меня. Если я буду тупить, прошу прощения. Так, забыла молоток. Вообще, конечно, все это удобно гораздо делать стоя, но я сижу, потому что я не влезаю в кадр. Вот. Поэтому мне придется сидеть. Так, переворачиваем нашу заготовку и я думаю, столько. Хватит. Даже. Многовато. В хаотичном абсолютно не важно. Так, чтобы они не вывалились. Не надо на полную глубину, конечно, их вливать. привет соседям. Даже если кто-то решит отвалиться, еще достаточно заклепок, чтобы не случилось беды. Вот. Достаточно удобно, устойчиво. И еще как раз самое время сказать, что мы можем делать. Я же символист, и я очень люблю глаза. Глаза для меня такой самый главный символ. В общем, не будем сейчас макдоваться в подробности, но будем делать зрачок. Прикиньте, я буду пытаться. Не знаю, наверное, может быть, с первого раза не получится, но косячи-то к нам всем вместе с вами. Я, конечно, все равно когда-нибудь добьюсь успеха, но, может быть, даже, кстати, с первого раза, но не факт. Вообще, совершенно не факт, потому что я в душе нечаю, как сделать зрачок. Вот, жидкий макрым. Не знаю, как сделать расползание. Сейчас будем пробовать, пытаться. В общем, буду мучиться, пока не получится. Вот так. Вот я себе заранее отметила центр. Это я делаю для того, чтобы потом было понятно, не надо, конечно, было так усердствовать, убивать, чтобы понятно было, куда потом лечь зрачок. Черная краска. Так, сейчас мы подвинемся чуть-чуть. Ну, короче, ладно. Так, это откладываем. Теперь приступаем к смешиванию красок. Я беру самые обыкновенные пластиковые стаканчики и советую вам, чтобы не загрязнять атмосферу лишний раз. Мы и так очень много это делаем. Использовать их много раз. То есть, не полениться, а пойти помыть и использовать в следующий раз. Иначе, ну, это какая-то, какая-то жуткая жуть получится. Слишком много пластика. Вот. По поводу пропорций, смотрите сами по жидкости. Но, в среднем, один к одному делаем. ну, то есть, три равные части должно быть. Вода, краска и клей. Вот. Так, глазки мы будем делать все красные. Но, в общем, у меня серо-голубые, поэтому, конечно же, мы будем использовать синий в основном. И серый. Точнее, не серый, а у меня тут серебристая краска. Я еще добавлю золотистого цвета, потому что, мне кажется, у зрачка и где-то ближе надо что-то такое добавить, акцентика. И даже, может быть, что-то из этого. Но не уверена, скорее всего, нет. Мне кажется, золотого хватит. И, может быть, один слой вот такого вот оранжевого, потому что он является контрастным для синего. С живописной точки зрения это должно получиться выгодно. Посмотрим. Итак. Начнем с... Еще, кстати, надо решить, каким сделать фон. Но я думаю, скорее всего, мы сделаем его черным. Черным-черным. Это первая заливка. Она без силикона. Это просто заливка. Поэтому берем стакан. И ее должно быть много, потому что у нас она большая. Расход красок приличный. Да, такое. Но по сравнению с эпоксидной смолой, то тут не так все дорого, на самом деле. Что там? Клей ПВА копейки стоит силикон, тоже копейки стоит. Ну, а акриловые краски, да. Ну, как бы, тоже можно брать самые дешевые. Еще, конечно, в рабочей одежде все это делают. Фарточки. Ну, в общем, все как всегда. А мне лень. Так, выдавливаем остаточки. все до капельки. Все до капельки. Так. 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 oftentimes, Probably, так, остаточек. ваше обнимательно. Так. И, ваше обнимательно. Ваше обнимательно. зачем, собственно, одевать перчатки, правильно? И ещё забыла палочки. Для смешивания я использую такие палочки. Помните, в детстве нам в горло смотрели? Вот. И ещё нам понадобится мастихин для разравнивания краски. Так. Давайте всё-таки оденем для приличия перчатки. Моднялые перчатки у меня чёрные. Размерчик только немного. Всё, справились с перчатками. Так, ну что, идём. Я делаю это на глаз. Кто не доверяет глазу, вы можете взять весы и делать это в весах. Также можно использовать не ПВА, а медиум для акрила. Но это уже будет подороже. Так, и вода. начинаем смешивать до однородной массы. По консистенции смотрите сами, но вообще должно получиться как кефир. Вот. Если будет жижа, то, ну, это не очень хорошо. А если гуще, то достаточно долго будет расползаться и останется толстым слоем. А это чревато тем, что акрил потом со временем потрескается. Нам этого не нужно. Поэтому... делаем как кефир. Ещё забыла сказать, что в конце, когда мы всё зальём, нам ещё потребуется газовая горелка. Также можно использовать строительный фен. Но только не обычный, а именно строительный. Иначе обычному просто всю краску раздуете. Вот. Это нужно для того, чтобы пузырьки от силикона вышли и полопались. И вообще лишние пузырьки воздуха тоже вышли. Консистенцией. Вот такая вот текучая и в то же время хорошо льётся. Оставляем. И теперь я сделаю то же самое с другими красками, но только на этот раз поменьше объём будет краски. Потому что нам не нужно такое огромное количество. У меня несколько заготовок, чтобы потом всё это заливать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так. Теперь настало время силикона. Поэтому надеваем масочку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошенько взбалтываем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И добавляем, наверное, не очень много. Прям вот пшик, наверное, один. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это было много. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Теперь приступаем к основной заливке. Основная заливка у нас будет чёрная. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Используя мастихин. Разравниваем нашу красочку по поверхности. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Самое интересное, что для этой техники не нужно художественное образование. То есть у вас в любом случае получится какой-то шедевр уникальный. И никогда... И даже вы не сможете его повторить. То есть точности никогда не получится. Вот. Поэтому... Очень лёгкая техника. Очень интересная. ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА Дальше только вот уже после акрила можно переходить на эпоксидную смолу. Там техника посложнее. Ну, а в принципе... Принцип работы тот же самый. Только другие материалы. Ну, как-нибудь отойдём тоже к эпоксидке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное здесь, чтобы нашей краске было почему ездить. Вот мы создали такой слой. Так, а теперь нам нужно смешать краску в одном стаканчике, с которого мы будем, собственно, и заливать. То, что будет на дне, то будет по периферии. Поэтому сначала мы заливаем... А заливать мы будем от центра. Поэтому сначала у нас идут тёмные цвета, а к зрачку будут светлые. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нам надо обязательно оставить чёрного ещё на зрачок. Так, дальше. Но хочется контрастности, поэтому добавим капельку серебряного. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Такими вот полосочками от центра или к центру. Тоже, как вам удобнее. Вот. И сейчас попробую это всё растянуть по кругу. Мы сейчас не заботимся о зрачке, потому что я его в конце забью, чтобы он был более-менее круглый. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Силикон начинает выходить, и поэтому, как можно здесь заметить, уже появляется эффект от него. А нам это и нужно, потому что в глазу есть как раз такие штуки. Доводим краску до края, чтобы она стекала на бортик. Хотя бортик я потом буду закрашивать. Я сейчас больше заботюсь о рисунке, чем о том, как затекает на бортике. Я возьму серебряную и начну вот так добавлять. Всё-таки хочется немножко побольше реалистичного глаза. Там есть такие вот у него прожилочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, немножечко надо размешать это дело наше. Какая красота получается. Даже не знаю, видите ли вы эту или я для себя. Смотрите. Ну, не красота ли? Можно это проделывать до момента, когда вам уже начнёт надоедать или там нравится. Вот. Я пока не хочу останавливаться. Я ещё хочу поработать над этим. Поэтому я добавляю. Хочется вот на периферии помнить, что у нас тёмненькое должно быть. У зрачка у нас. Так как он такой выпуклый, ближе к краю должно быть потемнее. Добавляем ещё красочки. Так и также помогаем, делая растяжку. Что мне нравится в флюид-арте акрилом и, наверное, со смолой также можно делать, что здесь бесконечное количество вариантов того, что можно сделать. И время есть засыхание. То есть вы можете хоть слить всё и заново начать. Можете добавлять бесконечное количество. Тут просто вопрос в том, что краски много уходит. Но, как говорится, не нужно жалеть. Потому что результат потом будет просто бомбический. И проходим. Тем самым убирая пузырьки. Не надо гонять по акрилу. Просто надо, чтобы подогреть. И тем самым пузырьки. Смотрите какая красота сразу. Моментально просто. Высвобождаются пузырьки от силиконовой пропитки. Плюс воздух. Вытесняется вода. И получается просто нереальная красота. Немножко сместим наше всё дело в центр. Вот. И что нам сейчас осталось сделать, это залить зрачок. Потому что пока это вот такая вот картина. Но она явно без зрачка. Это не радужка глаза без зрачка. Поэтому. Я боюсь сейчас доставать пипку. Потому что я потеряю центр. Вот сто процентов. Поэтому будем лить прямо вот под пипку. Льём, льём, льём. На самом деле остаётся только ждать. Смотрите как классно. Ну вообще. Вроде достаточно ровно. Расползается. Хотя. Не совсем по центру. Пипка наша оказалась. Мы ей с этой стороны поможем. Единственное, что ещё лучше сразу сделать, это немножко покрыть торцы краской. Это я сейчас возьму. Да можно даже мастихинчиком. Потому что, чтобы потом было легче красить. Дальше. Рис. И. Пошли. И. 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 Самое главное во всём находить свой почерк. я могу сделать своим почерком то что я могу делать одни зрачки например то есть картины зрачков бесконечные когда будут видеть люди зрачки сразу будет понятно чьих это рук дело я не считаю что зрачок какой-то прям шедевр шедевров но для первого зрачка я считаю удачный мне нравится это главное вообще в принципе делайте то что вам нравится и тогда будет получаться все смотрите какая красота просто теперь самое главное сохранить это сберечь от пыли от шерсти и дать высохнуть а дальше будем смотреть скорее всего залью эпоксидкой он еще будет как-то взаимодействовать с силиконом и со всеми прочими делами поэтому просто остаться и дождаться высыхания все друзья спасибо за просмотр я надеюсь вам видео понравился новый формат понравился пожалуйста комментируйте ставьте лайки мне это необходимо все всем счастливо всем пока